Фредди Меркури В «Фэмбли» — грандиозный марафон для сбора денег голодающим в Эфиопии — они завершили песней «Is this the world we created?» И это мир, который мы создали? На конце — знак то ли вопроса, то ли недоумение, и едва заметное многоточие — знак неоконченной истории. «Is this the world we created?» Пресса любила называть «Лайвэй» днем, когда музыка изменила мир. Возможно. Звезды стали суперзвездами. Автор и организатор марафона, бывший панк, получил от британской королевы титул рыцаря, а собранные 127 миллионов долларов отправились в Эфиопию. Что же было дальше, до сих пор в точности никто официально сказать не может. Многолетняя засуха, гражданская война, военная диктатура. Проблема там оказалась намного сложнее, чем просто нехватка продовольствия. Выяснилось, что даже доставить продукты в самые голодающие регионы Эфиопии невозможно без одобрения местного революционного правительства. Оно уже отказывало в поставках туда, где еда была нужнее всего — на территории подконтрольной повстанцы. Прошло больше 33 лет, но никто так и не смог посчитать, сколько удалось спасти людей. И вообще удалось. И даже не ясно, сколько погиб. 300 тысяч, 400 или больше миллиона. Данные разнятся. И так постоянно, повсюду и во всем. Отличная жизнь и карьера до глобальных проблем. Одно и то же происходит со всеми по-настоящему сложными вопросами. Мы охотнее выбираем те решения, что проще, быстрее, эффективнее. А разве они могут конкурировать с другими, с теми, что сложнее, дольше и малозаметнее? Могут. Потому что они-то и устраняют причину, а не симптомы. Но все равно часто проигрывают. Так и получается, что мы тушим системные проблемы несистемными решениями. И упорно не замечаем, как одно связано с другим. Невозможно потушить одну комнату в горящем доме. Именно поэтому хочется, чтобы как можно больше людей узнали и попробовали применить в обычной жизни и работе такой инструмент, как системное мышление. Это не панацея, не волшебная палочка и даже не скотч. Это еще один способ анализировать сложные проблемы и принимать сложные решения, когда все настолько запутано, что, кажется, не распутать никогда. Наконец, я увидел, что такое системное мышление, как ему учатся и, главное, как применяют в деле. Для этого мы с командой SciOne отправились в Питер на инновационный образовательный семинар Shell – N-Explorers. Такой семинар – редкое событие. На самом деле это большая образовательная программа, где младшему участнику может быть 12 лет, а старшему – 75. Shell проводит ее по всему миру. Но чтобы вот такой двухдневный интенсив, куда могут попасть люди разных возрастов просто по открытой регистрации, тут нужна удача. И мы ею воспользовались, чтобы рассказать вам, чему и как там учат. Представьте, люди из разных стран, из разных культур, говорящие на разных языках, должны понять друг друга, правильно понять проблему, но, что еще важнее, быть согласными в том, как эту проблему нужно решать. Иначе вся эта теория не имеет смысла, ведь глобальные проблемы можно решить только глобальными усилиями. И это древнее проклятие Вавилонской башни. Но, кажется, его можно преодолеть. Примерно вот так. Метод называется «нексус мышления». От слова «нексус» – связь. Чтобы сделать метод максимально полезным в практике, в нем объединили сразу несколько проверенных подходов. Системное мышление, чтобы разбираться в причинно-следственных связях действительно сложных и запутанных вопросов. Сценарное планирование, чтобы смотреть на будущее не как гадалка и отличать разные виды будущего – вероятное, возможное и желаемое. И теория изменений, чтобы трезво оценить реалистичность на придуманных планов и взвесить последствия. Ведь можно успешно одно лечить, а другое калечить. От каждого подхода взяли самые важные идеи и объединили их в пять простых принципов. Не пытайтесь их сейчас запомнить. Мы к ним дальше вернемся. Их важно понимать. Вы сами увидите, как дальше все вырастает из них и на них держится. Принцип первый. Анализ общей картины. Взгляните на мир, как на множество систем – природных и искусственных, которые, по сути, сложные сети взаимодействующих между собой переменных. Поэтому следующий принцип вас не удивит. Принцип второй. Анализ связей. Связи между объектами еще надо выявить. Как связаны между собой завод микрочипов на Тайване и орошение полей в Индии? Оказывается, чипы нужны для поливочных систем. А без них пропадут гектары урожая. В реальном мире связи, взаимодействия, подвижны, могут быть сложными и быстро меняться. Так что очень важно смотреть на них с разных сторон и под разными углами. Отсюда третий принцип – анализ мнений. Даже имея дело с объективными данными, мы смотрим на них субъективно. Потому что мы люди, а не машины. Взгляд зависит от нашего опыта, культуры, знаний, личных интересов и особенностей. А решая сложные проблемы, мы всегда имеем дело с другими людьми. Поэтому так важно анализировать другие мнения, уметь взглянуть на проблему чужими глазами. Предпоследний принцип – анализ будущего. Возможны разные варианты развития событий. Всегда. Очень важно иметь на руках разные сценарии будущего. Только тогда можно перейти от слепого гадания к выбору оптимальных решений. И, наконец, последний принцип – анализ изменения. Даже лучшие идеи гибнут, потому что авторы не учли основные препятствия и драйверы для их воплощения, а решили, что достаточно хорошая идея. Мало придумать решение. Надо заранее понять, что может помешать, а что может помочь его реализовать. Но семинар задуман так, чтобы научить применять системное мышление не в теории, а на практике. Поэтому и проблемы участникам предложили реальные. Лето 2012 года. США переживают самую сильную засуху за последние полвека. Затем происходит сильнейший в истории сбой в энергосистеме Индии. Пол страны с населением полтора миллиарда человек остается без электричества. В то же время мировые запасы зерна падают до минимума за последние десятилетия. Нет, общий мировой голод пока не слишком близок. Но это показывает, насколько мы недооцениваем хрупкость и неустойчивость мира, в котором живем. И вот мы видим связку. Нексус. Трех глобальных, взаимозависимых, системных вопросов для семинара. Вода, энергия, продовольствие. Вы же заметили, что я не сформулировал четко проблему. Что же именно не так? Что менять, исправлять, решать? С этого семинара и начался. Это первое задание командам. А команды составлены случайно. В каждой по 5-6 человек. Студенты и молодые специалисты со всего мира. США, Оман, Индия, Россия, Турция. Вот теперь можно начинать. Работают над проблемой в три больших этапа. Первый. Изучай. Мы должны с самого начала получить максимально полную общую картину. Поэтому смотрим на проблему как на систему. Выясняем, какие в ней есть элементы, пытаемся обнаружить их как можно больше и, главное, выявить связи между ними. Вы заметили? Ребята рисуют круги, клеят стикеры и соединяют их линиями. Это очень полезный инструмент. Называется круг связей. Теперь вы не только видите общую картину, но и начинаете понимать, как изменение одного элемента может влиять на множество других. Берем проблему. Допустим, нехватка воды. Рисуем большой круг. Вокруг него выписываем все ключевые факторы. Люди, явления, события. Например, промышленность, сельское хозяйство. Они крупные потребители воды. Государство получает от них налоги. Рядовые потребители. Они покупают продукцию промышленности и аграриев и сами потребляют воду. Связываем их между собой линиями. Полезно использовать стрелки и знаки «плюс» и «минус». Чтобы показать, какая именно между ними связь. Например, проводим стрелку от промышленности к государству. «Больше» — ставим «плюс» производство. «Больше» получает налогов государство. А теперь ведем стрелку к аграриям. «Больше» производства — значит больше выбросов или меньше запасов воды. И «меньше» — ставим «минус» воды, пригодной для орошения. И так далее. А теперь обратите внимание, каким точкам тянется больше всего линий. Это точки, которые могут больше всего влиять на остальные. Поэтому их называют «точками приложения усилий». Мощный мозговой штурм идет. Ребята сейчас рисуют, как это называется, «connection circle» — круг, окружность, связи. И вот у этой команды, конечно же, да, факторов наибольшее количество. Только посмотрите на доску. Как бы им не запутаться во всех этих многочисленных факторах. Итак, общую картину наметили. Но этого, конечно, мало. Теперь надо взглянуть на нее через разные призмы. Изучить разные мнения. Для этого нужен другой инструмент — круг мнений. Снова в центре пишем проблему. Выписываем вокруг всех, у кого есть интересы, связанные с проблемой. Группы интересов. Например, фермеры, жители районов рядом с водоемами, где стоят заводы, экоактивисты, представители заводов и так далее. Дальше надо понять, как можно поговорить с представителями групп интересов, как-то выяснить их мнение, провести опрос или, если есть возможность, заказать исследование. Когда собрали данные, надо их проанализировать. Что на самом деле волнует разные группы интересов, какие у них потребности и как они относятся к решению избранной проблемы. Считают, на руку им перемены, а может, не видят для себя пользы. Или наоборот, им кажется, что невыгодно, и они настроены сопротивляться и мешать. Но и этого мало для общей картины. Не хватает контекста. А что за момент сейчас для решения избранной проблемы? Все условия или все неопределенно? Или, напротив, ничто не предвещает успеха? И для этой задачи есть свой инструмент — график изменения с течением времени. Он позволяет понять, куда дует ветер, то есть каковы тенденции и чего примерно стоит ожидать. Ничего сложного. Рисуйте график. Ось Х — время. Ось Y — изменения. А дальше начинаете собирать данные. Падение уровня производства, повышение цен на топливо и так далее. И выводите кривые. Примерно. Здесь важна не точность, а тренд. Он позволяет сделать пусть и крайне грубый, но все же обоснованный прогноз. Если линия запасов питьевой воды в регионе идет, допустим, вниз много лет подряд, то стоит ли при прочих равных ожидать, что воды вдруг станет больше? Вряд ли. И это очень важно иметь в виду, изучая общую картину для решения проблемы. И вот так мы подготовили себя ко второму этапу — создавай. Здесь самое важное — определить вероятные и возможные варианты будущего, придумать решения и развить их. Поэтому лучше всего подойдет инструмент под названием «квадрант сценарного планирования». Нужно изучить разные возможные варианты будущего и только потом выбрать предпочтительный вариант. И вот это очень важно — смотреть нелинейно. Это одна из особенностей системного мышления. Рисуем две линии. Получаем четыре квадранта. Каждый — это отдельный сценарий возможного развития событий. А теперь вернитесь к кругу связей с факторами, которые влияют на проблему, и выберите оттуда два элемента. Например, можно выбрать новые источники воды, оптимизация расхода воды. И обозначьте вертикальную линию одним элементом, а горизонтальную — другим. Добавьте тут и там плюс и минус. То есть элемент усиливается или ослабляется. Теперь в каждый квадрант впишите возможные сценарии. Это нетрудно. Подумайте, какие выгоды появляются, риски, возможности и недостатки, если факторы будут меняться в эту сторону. Например, этот квадрант больше новых источников воды, но меньше оптимизации ее расхода. Больше возможности потреблять воду, значит, производство не ограничено в росте. Но новые источники могут также перестать справляться со все растущим спросом, и тогда проблема не решится. Расход воды не оптимизируется, значит, рост потребления может быть связан не с большей реальной потребностью, а с избыточным потреблением. Но обустройство новых источников воды — это дополнительные рабочие места. И так далее. Так вы получаете постепенно разные сценарии возможного будущего и можете выбирать из них наиболее предпочтительные, чтобы двигать в эту сторону. Но и этого мало. Нельзя просто взять первую же идею решения проблемы и делать. Надо покрутить или развить идею, то есть увидеть все возможности, какие получатся, а не только те, что пришли в голову первыми. Стоит броситься сразу в дело, и вы упустите то, что могло лежать на поверхности. То есть мы начинаем выстраивать идею решения. И справиться поможет другой инструмент. Скэмпер — это аббревиатура. Каждая буква — это то, что можно сделать с идеей. И попробуйте каждый пункт. Не ограничивайте себя. Просто предлагайте и записывайте на отдельном листочке или стикере. Например, ваше решение — ввести прогрессивный налог на потребление воды. Больше берешь — больше плати. С — заменить. А как можно поступить иначе? Например, запретить потреблять больше одного миллиона литров в месяц. С — комбинировать. А может, надо и то, и то? Просто одно решение для крупных заводов и фермерств, а другое — для малых. И так далее. Тут еще полезно будет просеять идеи. Для этого используют воронку осуществимости. Самый широкий уровень воронки — это вопрос. У нас достаточно времени, чтобы эту идею реализовать? Ниже, а значит, уже. А у нас достаточно экспертизы. Мы вообще такое умеем, можем? И совсем горлышко. Эта идея масштабируется? Смело засыпайте все свои идеи в воронку, а пройдут только более-менее реалистичные и осуществимые. И, наконец, мы готовы к последнему этапу. Меняйте. Здесь в центре уже не планы и идеи решений, а предстоящие перемены. А чтобы они стали возможны и были теми, что задуманы, теперь мы должны связать все. Общую картину, результаты нашего анализа проблемы, сценарий будущего и решения. Только тогда решение можно будет считать системным. Для этого нужен метод под названием «эффект кругов на воде». Он позволяет выявить эффекты домино, причем связанные друг с другом косвенно. Вы вводите налог на воду для заводов, но последствия, например, внезапно, рост преступности. А потому что заводы начинают экономить на рабочей силе, сокращают массово людей, а многие предприятия – городообразующие. Протестовать людям не дают, кормить семьи надо. Так что идут на крайние меры. Так как находить такие взаимосвязи и предвидеть разные последствия выбранного вами решения проблемы? Нарисуйте несколько концентрических кругов. В самом маленьком напишите действия, которые вы предлагаете. А вокруг – последствия. Подумайте не только над негативными, но и положительными. И тут важно не просто увидеть, как можно больше эффектов, но и понять, какие нужно и можно как-то предупредить или свести к минимуму. Например, если в городе откроется предприятие, которое производит трубы для новых источников воды, то побочка отчасти может быть ликвидирована. Семинар «Шелл» шел два дня, но обычно занимает вдвое больше. Участники учатся, придумывают, обсуждают, пишут с утра до вечера. Поэтому все передать, тем более в видеоролике, невозможно. Зато вы можете узнать больше или даже попробовать попасть на один из таких семинаров. Спасибо «Шелл», что он проводит их, делает это бесплатно и в разных городах. Можете почитать книги по системному мышлению. Все проверенные полезные ссылки вы найдете в описании к ролику. Если выбираете из всех цитат Альберта Эйнштейна, вымышленных и реальных, то я больше остальных люблю вот это. Мы не можем решать проблемы, применяя то же мышление, что и породило их. А это уже от меня и всей команды Сайвана. Мыслите глобально. Не бойтесь сложных проблем и новых способов мышления. И у вас все получится. С вами был Иван Лозовой. Это Сайван. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова